Вот так могут лихачить байкеры, когда того требуют шоу, но могут ездить вполне сдержанно. И это тоже представление. Плавно и аккуратно мотоциклисты преодолевают специальную трассу на арене Ерофей. Состязание по мотоджимхане впервые в Хабаровске. Суть в том, чтобы как можно быстрее пройти извилистую трассу с препятствиями в виде конусов. Подобное передвижение пришлось по вкусу участникам. Многие не умеют ездить. Да, они ездят, хороший мотоцикл, а ездить он по сути не умеет. Все, что учат в автошколе, это для галочки только, чтобы получить водительское удостоверение. А здесь люди действительно тренируются. Я уже с 12-летним стажем мотоциклист, начал здесь тренироваться. Сначала нифига не получалось. Те элементы, которые здесь проходят, у меня не получалось. Сейчас ничего, нормально. Байкеры приехали на арену Ерофей показать, что они могут быть джентльменами на дорогах и не только. В жизни они также в основе своей ни забияки, ни буяны. А стереотипы по поводу их асоциального поведения неправда. Это только в кино бывает. Байкеры пьяные не ездят, потому что все-таки это два колеса, нужно держать равновесие. Бывают такие случаи, что, конечно, выпил баночку пива с друзьями, но это редкие случаи такие. Как бы байкеры хоть и урода, но пьяные за рулем ездят. Байкеры учтивые, выглядят мужественно и привлекают женские взгляды. Сами избирательны. К выбору своих спутниц относятся очень аккуратно. Примерно так же, как проходят трассу на Джимхане. Байкеры зачастую возят сзади девушек красивых. А почему они не возят пышнотелых, больших, дородных дам? Ну, золотое правило. Уронил, женился. Рисковать никто не хочет. Будем говорить какие-то стереотипы, которые давно уже разрушили. У нас контингент катается как и с большими дамами, так и с маленькими. Соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке и девушке. Их манеру езды сложно отличить от мужской, но можно. Есть ли какие-то аксессуары, как опознаете? Девушка едет за рулем, мальчик, кто-то иное. Если едет, если поехал, то она, ой, он, если поехала, то она, ну, как бы. А кофе? Кофе он. Мотошоу по скоростному и аккуратному маневрированию шло несколько часов. В перерывах зрители развлекали участники международных турниров по стандрайдингу. Вот здесь-то можно было увидеть всю прыть мотоциклистов. Первые состязания по Джимхане в Хабаровске прошли на ура. Поэтому есть шанс, что шоу повторится. Надеется еще раз увидеть аккуратную езду байкеров. Павел Игошин. Программа «Настоящее время».